Все эти перипетии 2023 года, потому что 2023 год реально обещает быть очень тяжелым. Два слова. Вот мы говорили о том, что надо судить тех, кто два года назад вверг человечества в немыслимую ситуацию. Я про ковид и карантин и все последующее. Но есть бойцы и местного фронта. Бойцы эти сидят в центре Москвы. Ни с кем эти бойцы не воюют, если так посмотреть со стороны. А на самом деле то, что они делают, это возмутительно и невозможно. Центробанк России принял решение изменить дензнаки. К сегодняшнему моменту у России было раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну вот этой десятки ее уже не было. Слава богу, она давно ушла в металл. Семь бумажных номиналов. Я о количестве видов денег. Вы помните правило, что для стабильности страны пока есть бумажные деньги. Но даже когда их не будет, все равно номиналы останутся в электронном виде. Должно быть какое количество номиналов? Строго нечетное. Три, пять, семь, девять. И у нас сейчас нечетное. Что решил Центробанк? Он решил вернуть десятку в бумагу. Вернуть десятку в бумагу. При том, что мне кажется, великолепная монета. Вот это действительно. Великолепная во всех смыслах монета. И эти бумаги, как шутят, дороже печатать, чем они стоят. Вернуть десятку, тем самым сделав количество номиналов каким? Четным. И мы еще год назад стали сразу везде об этом говорить, что нельзя, нельзя этого делать. Нельзя возвращать десятку, или тогда верните и пятерку. Помните, когда-то были и пять рублей на нашем веку? Это совсем уже бред и ерунда будет, потому что у нас и пять рублей металлом хорошее, и пять хорошее. На самом деле уже давно пора пятьдесят было увезти куда? В металл. В металл как десять, если не сто. Давно уже это просится, но для этого нужно что-то иметь в голове. Но кроме вот этого решения, они решили, что восемь номиналов должны соответствовать восьми федеральным округам, потому что типа тут какой-то бардак, пять тысяч Хабаровск, тут вот Петербург, пятьсот Архангельск, пятьдесят Петербург. Ну что, мол, как-то все это не гармонично, а гармонично. Я о содержании на купюрах, что надо, объявил Михаил Юрьевич Алексеев, заместитель председателя Центробанка России, который вот год назад выступил, объявив эту реформу и рассказав нам, ну не нам, а всем рассказав на пресс-конференции, что с деньгами собираются российскими сделать, объявил, что мы придумали классную систему. В России восемь федеральных округов, и мы перевыпустим деньги, чтобы каждая бумажка, каждого номинала соответствовала одному из восьми округов. Там столица будет на картинке, на обороте достопримечательности этого региона. Опасная история, потому что восьмой округ Южный, он все время, не Южный, простите, Северокавказский. Он таит в себе взрывоопасные тенденции, его вообще не было, это тоже была большая в свое время ошибка, а округов было семь, и это было гармонично и правильно, и зачем надо было Чечню и еще кое-кого выделять в отдельный восьмой, тем самым активируя Уран, как восьмую планету, и восьмой дом гороскопа, очень взрывоопасная история. Но уже сделано-сделано. Но может они новые теперь? Донбасс, Луган? А, теперь сделаем. Так вот, уже даже нарисовали, уже даже нарисовали, да, да, девятый. Новороссийский, 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 да. Ну если придумают девятый номинал, то ладно, мы уже тогда успокоимся, чтобы их будет нечетное количество. Они же уже приняты. Так вот, что самое интересное, на сегодняшний день эта реформа приостановлена, хотя первый ее этап уже начал происходить, первым этапом был выпуск новых 100-рублевок. 100-рублевку оставили за Москвой. Цена Москвы... 100-рублевку оставили за столицей нашей Родины. И только поменяли, там другая картинка, ее начали выпускать, и тут же прекратили выпуск новой 100-рублевки, а вместе с этим и все это приостановилось. А поздно, мы говорили, нельзя в деньги, нельзя сапогами туда, в такие вещи вламываться, потому что это жизнь, это кровь страны, ее деньги, и любые реформы чреваты непредсказуемыми последствиями. Причина, по которой остановилась, банкоматы в действующей стране не смогли считывать новую 100-рублевку, а переменить ПО банкоматов пока в силу некоторых причин оказалось невозможно. И поэтому, как бы, все это, да, все это свернули пока, но грозятся продолжить. Грозятся продолжить, и 5 тысяч, например, перестанут иметь отношение к Хабаровску, а будут отданы, купюра максимального номинала, будут отданы Екатеринбургу и Уралу. Так вот, коллеги, вот живой пример того, о чем мы говорили, что нельзя делать.